Петропавловцы сообщают о неизвестном вирусе в городе. Люди отмечают, что симптомы схожи с простудной инфекцией. Вот только вылечиться от него непросто. Врачи же заявляют, что в регионе резко возросла заболеваемость ОРВИ и гриппов в осложненной форме. Только за последнюю неделю к медикам обратились больше 3,5 тысяч пациентов. Нургуляльно продолжит. Жители Петропавловска говорят о коварном вирусе, который сопровождается головной болью, высокой температурой и слабостью. Причем, по их словам, заболевание не проходит за пару недель, как обычная простуда, а длится больше месяца. У меня болеют правнуки 13 лет и 8 лет. И уже месяц болеют и никак не могут выздороветь. Вирус ходит, почувствовала себя плохо, какой день уже кашель, слабость. Пришла в больницу, чтобы провериться на всякий случай. Приболел недавно, совсем буквально, может быть, дней 5 назад. Тоже была температура, рвота. Плохо было головокружение. Врачи говорят, что в регионе начался сезон простудных заболеваний. Вирусы мутируют и поэтому симптомы и длительность заболевания могут видоизменяться. Сейчас в больницах резко увеличилось. Число пациентов с ОРВИ и гриппом отмечают медики. Вирусные инфекции у многих перешли в осложненную форму в виде бронхита или пневмонии. В день мы принимаем около 40 людей. Это из них 35 только с ОРВИ, с кашлем. У всех кашель больше двух недель. Сразу можно подумать о осложнениях. Если раньше было, мы в день принимали 3-5. По данным департамента санэпидконтроля, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано почти 3800 случаев ОРВИ. Большинство заболевших простудной инфекцией – дети до 14 лет. За эпидемический сезон 2023-2024 года было зарегистрировано более 135 тысяч случаев ОРВИ. Также было зарегистрировано 74 случая гриппа типа А, H3N2. Хочется отметить, что заболевшие гриппом были не привиты против гриппа. Также в регионе регистрируют случаи инфицирования COVID-19. За этот год выявили 58 заболевших коронавирусом. Стоит отметить, что с 1 октября в области началась кампания иммунизации против гриппа. В связи с этим приобретено 60 тысяч доз вакцины.